С 1 октября на Дальнем Востоке начался второй этап федерального закона о бесплатном гектаре. И несмотря на то, что пилотный этап стартовал еще в начале лета, у многих по-прежнему возникает вопрос, что это за закон, как он работает и в каких целях использовать его. Чтобы ответить на них, в Среднеколымске прошел семинар «Круглый стол». Подробности далее. В целях обсуждения и информирования о новом законе по Дальневосточному гектару среди населения, в частности среди молодежи администрации Среднеколымского района, проведен «Круглый стол». Здесь каждый, кому от 18 до 35, мог прийти и задать интересующие вопросы по данному закону. Возникло много идей по реализации каких-то проектов на базе этого закона о Дальневосточном гектаре. Также в рамках «Круглого стола» проведена деловая игра на лучший проект по реализации 119-го федерального закона. В ней приняли участие 4 команды. По условиям игры каждой команде было дано задание за определенное количество времени разработать проект использования Дальневосточного гектара, оформить презентацию и защитить предкомиссии жюри. Молодежь у нас все-таки является самой активной частью населения. Это те люди, которые не ограничены рамками бюджета. Поэтому нам очень важно было услышать их мнение, их идеи и проекты. Очень хорошие проекты представлены сегодня на конкурсе «Д» по видам земельного пользования. По итогам конкурса была выявлена команда с проектом «Лабуя», который предусматривает создание туристически-развлекательного комплекса на базе местности «Лабуя». Подобные мероприятия проводятся в Среднеколымске впервые. И, как отметили участники, хотелось бы, чтобы и в будущем продолжилась работа в данном направлении, также и на масштабе УЛУСа. Мира Винокурова, НВК САХА, Среднеколымск.